Кабинеты Адлерского управления соцзащиты заполнены посетителями с самого утра. В базе ведомства зарегистрированы 69 тысяч жителей района. Их проблемы каждый день решают 25 специалистов. Но насколько эффективно этот вопрос вице-губернатор Анна Менькова задала самим Адлерсам. Я как ветеран труда принесла справку на оплату. Понятно. Все вовремя вам оплачивать? Да, спасибо. Вопросы есть к нам по поводу оплаты? Нет. Реальная помощь уже оказана 47 тысячам жителей Адлерского района. Социальные выплаты производятся льготным и не только категориям граждан. Выплаты ориентированы на различные категории граждан. Выплату на первого ребенка при рождении и усыновлении через управление получают порядка 600 человек. Заметную поддержку населению оказывают и региональные власти. Больница номер 3 в Хостинском районе ремонтируют за счет краевых средств. Медицинское учреждение в октябре 2018 пострадало от потопа. Вода загубила почти половину всего оборудования. Из краевого бюджета было выделено порядка 42 миллионов. Это на косметический и восстановительный ремонт и на закупку оборудования, которое утонуло во время этого потопа. Ремонт в палатах почти закончен и теперь необходимо решить кадровый вопрос. На прием к узким специалистам в поликлинике в той же Хосте трудно попасть. Кому вы не можете попасть? Будем эту проблему пытаться решить. Большим трудом к лору попадало долго очень. Не докомплектован штат и в некоторых сочинских школах. 15-я гимназия в Центральном районе в их числе. Не хватает учителей и свободных мест в классах. В этом году за парты в Сочи сели более 70 тысяч школьников. Опять 5 тысяч плюс в этом году за лето. И до сих пор идут родители и дети в школу. Это все понятно, но понимаете, нет смысла строить школу, если в ней нет педагога. В третьей четверти учебного года будет запущен новый корпус 6-й гимназии. Основное здание рассчитано на 800 школьников, а обучаются на тысячу больше. Дополнительные помещения должны разгрузить классы. Мы планируем сюда переселить все основное и старшее звено, то есть с 5 по 11 класс. Заказали современнейшее оборудование и никогда бы не справились без помощи края. Именно краевое министерство, администрация Краснодарского края выделяет средства на ремонт и оборудование этой школы. В следующем году начнется строительство школы на Мамайке. Пока за счет собственных средств. Потом присоединится федерация. Об этом сообщила вице-губернатор на совещании, которое состоялось по итогам объезда социальных объектов в Сочи. Фронт работ Анна Менькова обозначила перед новым мэром Алексеем Капайгородским и его командой. Мы вовлекали город Сочи всегда во все программы и достаточно всегда был активным. Но сегодня такова ситуация и запрос настолько огромен, что активность эту нужно минимум удвоить. Здесь очень много будет зависеть, конечно, от вас. Наша команда готова к работе выполнять все стратегически поставленные задачи, которые идут прежде всего от населения. На совещании вице-губернатор Анна Менькова поздравила Алексея Капайгородского вступлением в должность и выразила надежду, что ни одно обращение сочинцев, а их поступило в администрацию края 4,5 тысячи, не останется незамеченным. Продолжение следует...